здравствуйте дорогие друзья меня зовут Алла и я вас приветствую на своем канале Алла Тарот сегодня 23 апреля 2021 года и я нахожусь на третьем квартале авиасазлар дело в том что очень много людей которые мне написали о том что здесь срезают здоровые деревья обрубают там все потом то что наш махалинский комитет какой-то делает облагораживание в свою пользу для себя но я такого в принципе не замечаю здесь около махалинского комитета стоял давным-давно заброшенный фонтан была заброшенная территория сейчас они поставили скамейки но дело в том что скамейки будут размещаться по-другому так как это временно и здесь ставят сейчас детскую площадку а оказывается спонсоры вышли от министерства энергетики и они облагораживают этот квартал 3 квартал бывший лесунова 2 срезают ветки сухих деревьев и сухие деревья убирают именно сухие деревья не нужно паниковать сказали я сама вот лично проходила и посмотрела сейчас буду показывать вам дело в том что нет никакого здесь там криминала или какого-то умышленного направленного действия мне в махалинском комитете рассказали о том что министерство энергетики вышли с таким предложением создать здесь детскую площадку для того чтобы могли отдыхать мамочки с детьми по зеленой зоне вот так треугольником будет идти забор чтобы дети не выскакивали на дорогу на проезжую часть напротив до этой площадки здесь идет детский садик гулливер и дальше тоже идет его забор и вот вдоль забора будут стоять делать асфальт асфальтирование и люди будут уже свои машины ближайших домов парковать там на этой цементированной площадке а кто захочет тот может обратиться в хозяйство гаражное при хакимиате и тогда сделают им навесы и будут платить за то что они ставят машину паркует налог раз в год по моему где-то 350 400 тысяч в год это все официально оформляется но навес по моему платный говорят что где-то четыре с половиной миллиона будет стоить там стойки и крыша а министерство энергетики пока просто асфальтируют а здесь то что был раньше фонтан решили камни не разрушать хотя многие жители вышли оказывается и подошли к начальнику тсжей к махали и сказали что это нужно снять убрать раздолбать и чтобы было просто зеленая зона но сами с министерства энергетики люди как ну человек который этим занимается тектор наверно да он сказал что здесь будет установлен памятник какой-то или орел или олень или что-то фигурка какая-то животного возможно и будет очень красиво не знает фонтан запустят или нет но будет облагорожено а вокруг будет стоять заборчик уже несколько дней как идет асфальтирование уже несколько дней идет асфальтирование вот так асфальтируется есть для машин будет чисто аккуратно и и по всему этому райончику они будут спиливать сухие ветки деревья и цементировать там где люди скажут так что нет ничего такого плохого криминального мусор будет убран все будет чисто трава будет скошена то что вот сейчас звук вы слышите это скашивают траву постепенно в каждом дворе будет убрана длинная трава дворники вот не тут но пока здесь нет у нас управленческого хозяйства наш тыс же не перешел в компанию управленческую да можете это я говорю о спонсорах я сначала подошла к тсж и к махалинскому комитету они сказали что спонсоры у нас министерство энергетики и вот что делают стоянку для машин для деревьев то что спиливают ненужные сухие ветки и убирают сухие деревья вот а вы тоже от министерства да и просто я у меня свой есть канал на ютюбе и многие пишут что здесь безобразие здоровые деревья пилят здрасте меня зовут алла владимировна можно просто алла вот у меня свой канал на ютюбе я показываю о нашей жизни от наших кварталах о ташкенте и мои подписчики многие мне пишут что вот здесь безобразие все спиливают ну как обычно да вот я пришла посмотреть на самом деле так или нет оказалось что конечно они многие не знают чего бояться но на самом деле все адекватно хорошо чисто и культурно вот сами посудите посмотрим на старый вид так как это до этого было допустим мы здесь обнаружили так скажем бункер надо было там не знаю наркомана может ваши же дети здесь гуляют правильно внуки вы наши женщины матери поэтому мы все это решили как фонд это место было для нас со стороны государства выделено мы сами этот проект придумали что мы будем делать что мы сделаем за эти деньги что будут выгоднее людям чем больше охватить за эти деньги мы могли бы вот допустим покрасить ваши дома наврать немного да деньги сэкономить а то есть что-то другое но мы за все эти деньги вот видите да деревья допустим мы каждую дерево квадрата вводим чтобы урос красиво моего постригли осмотрели мы сейчас покрасим эти деревья побега не часть до бетонную часть сделать для ваших машин чтобы ваши дети здесь нормально смогли гулять бегать прыгать вот здесь у нас будет уже за машина детская площадка данная просто процесс идет не успеваем народа не хватает сегодня вот вот эти мусор весь уберут весь этот мусор вот из этих деревьев вот тогда на сухие ветки ненужные ветки которые никогда дождь идет допустим гром да все это на вас падает все это от чистил аккуратно сделаем вот здесь детский сад до аккуратно здесь сейчас щебнем засыпем чтобы аккуратно машины чтобы не выезжали аккуратно все красиво да и все это самое главное скажем что мы уже третий день здесь работа весь этот процесс за три дня у нас еще 2 площадка там есть вы увидите все говорят что это за деньги места парковочные кто-то говорит что мы в каких-то плохих намерениях нет скажем сразу мы это делаем из своих денег и своих уст вся эта идея из нас идет все это абсолютно бесплатно для нашего народа нету тут никакого криминального или допустим да да плохого смысла в этом конце когда вы увидите допустим давайте вы приедете где-то дней через четыре вот вы все вместе когда у меня здесь квартира недалеко в 3 4 0 вот здесь вот у меня квартира есть и наши жители хотели тоже чтобы если возможно это забетонировать для машин как бы дорогу ну конечно согласовать наверно с вами да пусть вот скажу как это произошло для ваших знакомых друзей они написали специальные организации попросили а что это за организацией махаля махаля идете просим махаля чтобы нашлись такие люди уже спонсоры помогли чтобы как могут да чем могут да могут сделают состояние здесь выходили люди говорят предлагали помочь мы специально не добавляем их почему чтобы и угроза не казалось потому что мы здесь до 9 до 10 ночи работали до большие технику сегодня только наши техники уехали чтобы безопасность соблюдать вот с нашей стороны руководство все наблюдать все мы делаем проверяют нету такого чтобы лишь бы сделать и убежать и вот я насчет парочка вот этого вот о примах али недалеко там зона до будет отдыха получается там мы делаем материнское место так чтобы матери а вот беременным специально деревья остались так чтобы внутри этой площадки вы прохлана аккуратно красив а наружу возле дороги чтобы убрали для машин чтобы не да и это все мы огородим заборчиком на сеткой и там могут ваши внучки маленькие за играть чтобы машины не мешали очень хорошо да мы где-то планируем если не ошибаюсь 5 мест 5 детских площадок учитывая что две площадки на все это пять площадок детских дел это по всему кварталу нашему или как две местные мы взяли этот квартал уже сзади ворвоз через дорогу да там тоже парковочное место детскую площадку делаем площадку для волейбола так дела места не хватает место для волейбола для футбола вы в конце вести в ворота мороз и все это аккуратно красиво сделано на такие дамку будет обращаться в махалю приедут такие люди как мы похожи на наш организм сделают как могут чем молодцы спасибо вам огромное вот теперь я надеюсь не будет никаких таких нареканий потому что я не люблю когда одна понапрасну к на кого-то там наводят тень на плетень как по-русски говорят на самом деле все хорошо благородно и бескорыстно самое главное правильно конечно в наше время удивительно и не верится да то что действительно люди могут своих денег своего кармана все это сделать да но мы хотим доказать что государство вы же наш нам выбирали эту министерство энергетики народ выбирал обычные люди выбирали мы всем этим действительно хотим показать что есть такие люди до сих пор что действительно мы за во-первых начальством и саймы узбеки мусульман этот месяц рамазан это для нас священный рамазан месяц рамазан мы хотим как больше пользу принести людям от этих денег каждый раз когда ваши детишки будут радуются и мы будем это это для нас только радость да все эти деньги для нас со временем все это закроется аккуратно края да ой как хорошо спасибо вам большое а вы так и не представились кто вы я с организации а узбек гидроэнерго куролеж ведущий специалист по пт это что делаю дела которые в объектах работают введение ведущий и глава инженера так скажем понятно как зовут-то вас рахматила очень приятно а фамилия очень приятно теперь будем знать наших героев так что я надеюсь что люди будут понятно что вы здесь делаете и все будет у нас хорошо спасибо вам огромное от меня я думаю люди тоже будут благодарны как вы и сказали спасибо 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 и так дорогие друзья я поговорила с человеком вы наверное уже все услышали увидели сейчас я иду к 33 дому на третьем квартале на торец где у нас располагается автомойка машинная мастерская ремонтная и плюс еще мусорка мне сказали махали представители махали о том что оказывается как закончат детский сад это место где я вам показывала цементировать и асфальтировать перейдут на это заброшенное место здесь вот заброшенное место говорят были ларьки какие-то потом гаражи и это место будут бетонировать цементировать я не знаю что они будут скорее всего цементировать и будет стоянка для машин вот такая стоянка огород не знаю уберут не уберут но это место будут облагораживать и еще наверное несколько мест сказали подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии а мы хотели сделать площадку здесь тоже затонировать и чтобы наши жители домов ставили машины здесь где-то потому что площадка сама большая по себе но разбросана мы хотели ее разделить на три части для машин стоянку потом серединке в детскую игровую площадку и ближе к стадиону сделать зону отдыха поставить там скамеечки озеленить заборчиком оградить чтобы дети не выбегали также на дорогу оказывается есть спонсоры которые этим занимаются посмотрим найдут ли нам таких спонсоров это место где хотели строить девятиэтажный дом и если бы здесь сделали как положено спонсоры хороший парк детские площадки спортивные площадки бы установили было бы вообще хорошо хоть у нас есть стадион рядом но на стадионе спортивных тренажерных таких площадок не поставить потому что он в основном предназначен для бега для футбола а если по такую же спортивную площадку поставили вот на этом месте мы бы были благодарны они девятиэтажный дом место здесь позволяет зеленое и тренироваться хорошо будет и также скамеечки по периметру можно установить для того чтобы мамочки с детьми могли спокойненько сидеть и также тренироваться ну и бабульки тоже разминать косточки на тренажерах надеюсь мы этого дождемся пока пока я вас люблю удачи